Стефан, скажи, пожалуйста, а вот в твоей жизни имеют место добрые дела? Может быть, ты источник или в отношении тебя совершают? Я хвастаться не привык, не буду сильно об этом много говорить, но когда человеку нужна какая-то помощь, минимальная или чуть больше размер, не важно. Если я понимаю, что я могу помочь, конечно же, я всегда помогу. И так же люди ко мне, ведь это же всегда взаимосвязано между собой, как ты к людям относишься, так и они к тебе. А как ты думаешь, этот момент, что все больше волонтеров как в Крыму, так и в мире появляется абсолютно по разным тематикам работы, как ты думаешь, это веяние стихийное или все-таки закономерность какая-то? Я думаю, что это наверняка закономерность. Кстати, надо же упомянуть, что у нас прошлый год был год волонтера, и это движение набирает обороты, становится популярным, и многие открываются новые движения, новые течения. Вот на прошлой неделе мы снимали репортаж о работе экологического движения, и просто насколько вот люди воодушевляют других, вдохновляют своими поступками, и это всегда развивается, и людей таких становится больше. Конечно же, это радует. А ты как считаешь? Я абсолютно с тобой согласна, потому что если мы хотим как-то изменить мир, сделать его добрее, то в первую очередь нужно самому быть примером, и, соответственно, покажи, как ты себя ведешь, и также окружающие смогут видеть, поддерживать и, так сказать, подхватывать твою волну. Кстати, Ира, сейчас у нас в гостях общественные деятели, я сейчас пообщаюсь у них как раз о благих делах, и обязательно тебе расскажу. В гостях у нас, как я уже сказал, общественные деятели Сабина Каниева и Алиса Минеева, и поговорим мы о помощи людям с ограничениями здоровья. Доброе утро. Доброе утро. Как началось ваше утро? Замечательно. Началось с кофе, с активного занятия, немножко по... Спорт, наверное, вы говорите о спорте. Да. Хорошо, а вы? Мое утро началось в 4.30, бодро, весело, заряд на весь день. Хорошо, давайте перейдем к главной теме. Сейчас идет сбор денег на помощь, на покупку инвалидных кресел. Как это происходит и кто может присоединиться? Это происходит в рамках благотворительного проекта при помощи благотворительной организации «Добро мира» волонтеры Крыма. Присоединиться может абсолютно каждый в группе, в соцсетях. У нас у всех, у 12 участников проекта есть на страницах в соцсетях вся необходимая информация. Это можно сделать переводом на карту РНКБ, карту Сибербанка или кошелек Киви. Скажите, а вот эта помощь нацелена на конкретных людей или вы уже будете после понимать? Да, у нас есть уже 5 детей в списке конкретных, которым необходимы уже коляски уже сегодня. Мы обратились к «Добро мира» волонтеры Крыма, сказали, что мы хотим благотворительный проект осуществить. Они нам посоветовали, сказали, ну так как они этим занимаются, они знают, кому это необходимо. У нас есть список. Вообще в Крыму 30 детей, которым нужны коляски, но вот пятерым нужны, что называется, еще вчера. И мы и для них собираемся купать коляски. У нас есть информация об этих пяти детях. Вот Кира, Настя, есть фотографии, будет информация еще про остальных детей, тоже можно посмотреть в соцсетях. Именно для них, для каждого ребенка нужна определенная коляска, то есть нет одной коляски, универсальной для всех. И мы под каждого покупаем конкретную специальную для него коляску необходимую. Скажите, такой опыт, такая практика уже на полуострове была, или вот это первая помощь такого рода инвалидам? Именно по поводу покупки инвалидных колясок, я лично сказать не могу. Участники нашего проекта подобными проектами не занимались, именно колясками, но было реализовано уже больше 30, если мне не изменяет память, благотворительных общественных проектов в различных сферах. И вот наш один из них. Насколько я понимаю, сбор денег уже стартовал. Наверняка уже и есть люди, которые проявляют свою инициативу, проявляют свою помощь. Хотелось бы узнать, сколько вот таких людей и насколько охотно они делают добро? Ну, добро делается охотно на самом деле, и мы рады, что люди поняли мысль о том, что вклад важен любой. То есть пожертвовать сегодняшней своей чашкой кофе и перевести те же самые 100-200 рублей на карту Кири, это занимает буквально 2 минуты времени, и я приятно была удивлена, когда заметила, что действительно люди так делают. Конечно, пока не в том количестве, в каком хотелось бы, но мы пока над этим работаем. Это тоже наша ответственность, наша обязанность. Ну, это, наверное, взаимосвязано с тем, что акция стартовала недавно, да, насколько я понимаю? Да, только 3 недели назад. 3 недели. Хорошо. А может быть у вас намечены какие-то конкретные сроки, в которые вы должны уложиться? Или вот как сумма соберется, так и соберется? У нас проект имеет определенные временные рамки, у нас 7 ноября заканчивается проект, мы поставили себе такое время, чтобы поинтенсивнее это все делать, чтобы мы знали, что у нас есть крайняя точка, в которой мы должны прийти и уже купить эти 5 колясок. Да, запустились мы 3 недели назад, и сейчас у нас, мы сейчас переходим из стадии идей к стадии действия, планируем мероприятия благотворительные, концерты, серия благотворительных игр. У нас уже прошла благотворительная игра в мафию, вот буквально в эту субботу была. Пришли люди, на самом деле очень приятно то, что люди отзываются, даже любой вклад нам предоставляют площадки, кофейня, люди приходят играть, даже помогают, говорят, да я не приду, просто так заплачу. Но это так приятно, у нас в Крым на самом деле большой, людей много, и даже если каждый по 100 рублей скинется, это уже можно купить, по-моему, не 5 колясок, а намного больше, и не только колясок. Скажите, а можно ли говорить о такой тенденции, что все-таки творить добро становится популярно, вот не побоясь этого слова, да, я прошу не путать с модой, потому что это совершенно уже другое, но вот что больше людей все-таки хотят помогать друг другу, можем мы об этом говорить? Я думаю, что да, это заметно, это видно, для меня это не первый общественный проект, и я вижу некую тенденцию, и это, конечно, приятно. Скажите, а лично вы виделись с этими детишками, общались с ними? Да, вот Сабина поздравляла лично одну из девочек с днем рождения недавно. У нас у Киры был день рождения, 13 сентября ей исполнилось 12 лет, мы поехали ее поздравлять, Алиса сделала тортик сама, мы купили шарики, пошли ее поздравлять. Такие дети, на самом деле, они так улыбаются, так радуются, искренне, с шариком, какому-то тортику, приятному слову, они такие, такие позитивные, их так легко заинтересовать, они прям, на самом деле, я когда с ней встретилась, я так зарядилась от нее позитивом, как это ни странно, не я ее заряжала, она меня зарядила, на самом деле, прям такое желание, ну, появилось, горы свернуть можно просто. И я советую просто каждому, кто хочет принять участие, познакомиться с этими детьми, потому что тогда ты станешь их частью, и захочется им помогать не только в таком плане. И не только им. Вообще, участие в благотворительных проектах, оно, это, ну, в первом твоем проекте, это некий старт, после которого ты уже не остановишься, потому что это нужно, ты начнешь понимать ценности этого. Объяснить это сложно, в этом надо побыть. И вот правильно я понимаю, да, что детская улыбка, это, наверное, самая большая благодарность. Скажите, сейчас речь идет о пятерых детях, но наверняка же полуостров этим не ограничивается, наверняка есть еще дети, которым нужна помощь. Планируете ли вы что-либо в отношении них? Около 30 на сегодняшний день детей, которым нужна подобная помощь, которым нужны коляски. А какой возраст? Возраст разный, то есть все это, это все несовершеннолетние дети, все до 18 лет, а все, что старше, все, кто старше, всем помогает тоже государство. Коляски для взрослых выделяются. Финансирование на коляски для детей, насколько мне известно, на сегодняшний день в Крыму не выделяется. Не знаю, только ли в Крыму такая ситуация, но в Крыму это так. Вы уже упомянули о том, что эти коляски особенные, они индивидуальные, их надо переоборудовать. И переоборудование и сборка, они будут проходить в Крыму или же на материке? Это уже готовая коляска с определенными техническими характеристиками, которые удовлетворяют потребностям каждого конкретного ребенка. Которые поддерживают их в тех местах, которые им нужно. Там вот коляска, как это кресло, и есть такие сбоку, как детям, куда руки ставить. Она прям под каждого ребенка определенная, она поддерживает его там, где ему необходимо. Как вы считаете, до 7 ноября, да, вы говорите, что поставили срок справиться с этой задачей. Есть ли шансы? Вы уверены? Я уверена. На самом деле, не важно, какими темпами мы идем, но результат, я уверена, будет стопроцентный. Мы сейчас наберем обороты. Я, честно говоря, не вижу никаких преград. Не знаю, возможно, это мой какой-то энтузиазм, но на этом энтузиазме, мне кажется, можно многое сделать. Как я уже понял из нашей с вами беседы, что деньги не просто можно перечислить, да, но можно также принять участие во всяких, во всякого рода акциях и мероприятиях. Вот уже игра в мафию была. Что-то еще может быть запланировано? Поганируются мероприятия. Это что касается тех, кто хочет поучаствовать в качестве участника. А также мы призываем предпринимателей не оставаться в стороне и, возможно, предложить какие-то варианты проведения мероприятий от себя. Вечера, благотворительные вечера всевозможные, те же самые интеллектуальные игры различные, все, что можно. То есть предприниматели могут помочь не только деньгами, но и предоставлением пространства своего для проведения какой-то игры или благотворительного концерта. Каким-то иным участием, информационной поддержкой. На сегодняшний день ищется активно на сотрудничество полиграфическая компания, рекламная компания, которая смогла бы помогать с полиграфией. Но пока мы это делаем собственными силами. Так что вариантов сотрудничества много. Даже если вы хотите поучаствовать и не видите как, позвоните, напишите лично и все это обсуждается. Главное желание, намерение. А желание, как я уже понимаю, у крымчан есть. Кстати, вот такой вопрос интересный, если мы можем об этом говорить. О какой сумме идет речь? Какую сумму нужно собрать? Да, сумма указана у нас даже в буклете, который можно найти в соцсетях. Мы поставили такую круглую сумму 500 тысяч рублей. Это ориентировочная сумма. Скорее всего, эти пять колясок мы считали, это будет большая сумма. Там конкретная сумма, она может варьироваться, поэтому мы так округлили и поставили 500 тысяч. Конечно, если будет возможность собрать больше, мы сможем по ним помочь не только пятерым детям. У нас есть, я же говорю, список из 30 детей. Мы поставили эту сумму, исходя из стоимости колясок. То есть это только начало. Дальше будем всем полуостровам помогать, содействовать, развивать эту ситуацию. Я хочу вас поблагодарить за интересную и, главное, актуальную, важную беседу. Но нашим телезрителям я хочу напомнить, что в гостях у нас были общественные деятели. Сабина Каниева и Алиса Минеева. Ну а дальше наш эфир продолжат ролики из интернета, которые подготовили для вас наши корреспонденты. Продолжение следует...